6-й Конституционный суд Самары, он все эти решения Бавлинского, Казанского суда оставил, все без изменений. Силе. Да, они вот все здесь полностью прописывают, что все правильно, они уже более там, ну, в большом количестве это все расписывают, что нельзя этот не демонтировать ничего, и в иске ему отказали. И то есть, ну, дальше он уже отжаловать как бы не может никуда это. Ну, по факту, на какое-то время, помимо этого, я вот обращалась, вызывала с Альметьевска в госстроенадзор, комиссия приезжала. Они признают его постройку самовольной, об этом тоже документы есть. Агата Харидинова беспокоится, что снос соседам своего дома может причинить ущерб ее дому и тем самым создаст угрозу для безопасности ее семьи. Супругом они воспитывают троих несовершеннолетних детей. По словам хозяйки, дом был построен еще в 1948 году. Если с этой половиной что-то случится, то это у детей единственное жилье. То есть, я с детьми, получается, ну, останусь на улице в лучшем случае. И все вот это время, получается, мало того, что он завозил стройматериал, я обращалась в Единую Россию, писала письма. Квылынец. Ну, везде, где только можно, я везде. Что у меня на руках все документы, а по факту все идет. Ответы приходили? Да, они все ответы отправляют сюда в исполком. За это время уже два раза все менялись в исполкоме. И мы заново опять собираем документы, относим, нам все обещают, обещают помочь. Нас вот вызывали, ждали, что вот шестой касационный суд вынесет. Опять шестой касационный суд встал на мою сторону, как бы все подтвердил. И все равно все продолжается. А продолжается строительство или только завоз стройматериалов? Нет, в данный момент, вот сегодня утром у него была загната техника, вам вот видно, он уже огромный нулевой цикл поднял, блоки завез. То есть, он сейчас закрыто говорит, вот вчера нас в исполкоме собирали. У него спрашивают, ты строиться будешь? Он говорит, строиться буду, сносить буду. Как рассказывает Агата, после покупки дома они с супругом полностью привели его в порядок. Заменили кровлю, обшили дом сайдингом. Я ее все в порядок привела, утепляла, все делала. Дом старый. Просто разговор про то, что откуда мы знаем, как себя поведет дом в случае вот этого. Потому что основание у дома старое. Да, и один общий дамень, крыши общие, все перемычки. И еще дело в том, что вот и как у меня были печи, и у него дома печи, они стоят на этих, ну вот, на полах, на крагах. Это вот получается, если он свою половину начинает разбирать эти печи, откуда мы знаем, дом поведет, не поведет. Сосед Александр Повольнов на своей территории начал возводить новый дом. На придомовой территории складированный песок и гравий. С улицы можно увидеть другие строительные материалы в его дворе. По словам Александра, свой дом в двухквартирном доме он со временем планирует снести. Вы хотите построить дом, начали его строить, но вы вот свою половину сносить будете, да? Да, непременно. А как это сделать, чтобы не повредить стену вашу общую? Под нашей этой смежной стеной я возведу фундамент, как я им об этом уже говорил. Я им утеплю вот эту нашу стену смежную и закрою фронтон. Все это выполню за свои средства. И у них останутся такие же комфортные условия для проживания. Мы им подобным никак не навредим. И их доводы о том, что дом развалится, если мы вдруг демонтируем свою часть, они просто голословные и ничем не обоснованы. Соседка Левтина Вильданова в курсе спора между соседями и выразила свое мнение. Из-за того, что он построил вот этот вот фундамент, он прокопал котлован. Котлован прокопал очень близко к новому, к старому дому. Там вода с крыши капает, талые воды. Там фундамент висит. Вот вы зайдите туда к нему и посмотрите, вот эту вот трещину дало дому. И грозит еще разрушению старого дома и их дома. За комментарием по вопросу двух соседей мы обратились в юридический отдел райисполкома. К Левтина обращалась в адрес исполнительного комитета с обращением в части касаемого строительства дома ее соседам по адресу город Бавлы, улица Чапаева, дом 13. В части касаемого того, что соседу ей возводят индивидуальный жилой дом на своем земельном участке. Хотелось бы также отметить то, что у нас имеются решения Бавлинского городского суда, судов апелляционной и конституционной инстанции в части касаемого того, что как раз-таки Павлов обращался в отдел архитектуры у нас с уведомлением о начале строительства индивидуального жилого дома. Отделом архитектуры он был отказан в связи с тем, что в соответствии с правилами землепольной застройки города Бавлы площадь земельного участка не соответствует параметрам для возведения ОКСа. Харидинова обращалась также в суд в 2020 году, то есть эти дела рассмотрелись параллельно, о том, что она просила, обращалась с требованиями о том, чтобы Павольного, Павольного, Л.Е. и Инцапова, М.Е. об устранении нарушения права собственности в части возведения индивидуального жилого дома по адресу Чапаева, 13, город Бавлы. И также было отказано в данном решении от решения Бавлинского городского суда, а также Верховного суда и конституционного суда. В этот же день Агата Харидинова обратилась в Бавлинскую городскую прокуратуру и оставила письменные заявления. В настоящее время к нам обратилась наша прокуратура гражданка Харидинова. По ее обращению начата проверка сроком на один месяц. По результатам данной проверки в случае нарушения ее прав будут приняты меры прокурорского реагирования.